Прошло больше года со дня разгрома антитрухановского Майдана на Думской площади. Виновные до сих пор не наказаны. Дело рассматривает Приморский районный суд. Очередное заседание дает основания полагать, что процесс искусственно тормозится. В качестве потерпевшей на процессе выступает участница антитрухановского Майдана, известный в Одессе оппозиционный общественник Алина Радченко. 1 сентября прошлого года, во время разгрома боевиками лагеря мирной акции протеста, она оказалась в самой горячей точке. После был зафиксирован факт нанесения телесных повреждений. Несмотря на очевидность группового нападения с применением специальных средств, на скамью посудимых посадили лишь одного человека – Александра Гладыша. Остались в тени организаторы и заказчики погрома. Но даже единственного обвиняемого, свои люди наверху, похоже, пытаются спасти от наказания. Прошу о відвід прокурора Болдорови в связи с тем, что это прокурор действует в интересах извиненого, цілком координует свои дії за адвокатом звинуваченого Гладыша. Болдорове є заангажованою і прослідковують цієї намагання прикласти зусилля, щоб звинувачений Гладыш уник покарання за скоєний злочин. Я, як потерпіла, мала змогу ознайомитися зі справою. Підпис прокурора Болдорови присутній на документах справи, які навмисно кваліфікують важкий злочин Гладыша, статтею, частина перша, стаття 125 Кримінального кодексу України, яка дає змогу уникнути тюремного ув'язнення. Представитель прокуратуры возражать не стала. Можна ли это считать знаком согласия с обвинением, трудно сказать. Во всяком случае, основания для подозрения возникают. Він один, хоча приймали участь у нападі більше ста людей, були керівники, які керували діями цих людей, а судять його, і тим більше по легкій статті 125, яка навіть йому дадуть просто штраф, хоча він півтора року вже в СІЗО, але так, як він рецидивіст, у нього ще стаття грабіж. Следующее засідання состоїться в январі. Если подозрения поторопевшей о связі прокуратуры с обвиняемым правильны, це може надолго затянути рассмотрення дела. Замена одного прокурорського представителя на другого здесь нічого не решит. Важно, какой буде позиція ведомства.